убрался наконец-то под отрезным этим верстаком так сказать столом тачка это уже второй одна была полная металла это уже обрезки плюс счет эти обрезки были пособирал выкинуть жалко там еще работать и работать сейчас вот тут будет все поскидывать тоже их нафиг на улицу эту капец вообще капец там металл тут мусор собираю на этим магнитами магнитная фигня вот как-то так все теперь освободился наконец-то заезд заезд освободился вот образом все дело открывается и сразу я уже не помню сколько здесь больше двух метров 2240 или 250 тут снимаю на ширик поэтому кажется маленьким ну наполовину до 250 даже крановый по центру стоит грубо говоря выгляду вот теперь сюда можно будет заехать вот такая вот у меня потайная потайная комната провисла чуть-чуть подложить здесь вот так вот она стенка вот они ворота в общем разгрузили в этот сундук вот помала лебедочка на тонну все это легко и просто прицепчик загнали приподняли тракторок вытянул опустили завернули ну такие вот дела сейчас вскроем посмотрим чё там кстати друзья в гостях смотрите кто блин станет окнаст на свет чуть-чуть окно за своего смотрите кто в гостях помог кстати привести вот эту вещь это кстати его прицепа друзья короче мы заглянули сюда в этот красный ящик черного не назовешь и слегка ну как это сказать подохерили до подохерили мужики вот смотрите вот сами приподними крышку это все я не знаю с чем это сравнить раза в три в четыре больше раза в четыре он просто огромный у нас мы в ступоре были некоторое время короче сейчас это с ними веса 400 с лишним до 400 400 килограмм где-то видишь оболон обалдеть целлофане вроде бы не знаю под пленкой не видно надо ее снять и посмотреть ничего не сломали но ящик целый как ни странно ящик выдали целый это капец это капец честно я даже не ожидал такого действительно громадина так ну разбираемся потихонечку в общем вскрыл вот эту крышку первым делом посмотреть сами шестерни шестерни прямо зубы и масло кстати залито в уровень что здесь видно что его видно там плестить все масло есть трансмиссия лесу туда потому что станок еще не включен поэтому смотрим все здесь залито по уровню здесь залито чуть выше уровня масло тоже внизу есть вот она заливная такие дела по сути можно уже работать прямо с коробки резцы здесь дополнительные друзья шестерни целый мешок для нарезания двигатель лишь по шилдику киловатт сто вот это хоть как-то похоже на киловатт сто и габаритами и размером всем остальным шилдик правда перевернутый и надпись вот там за вот этим пиптиком здесь ящик такой электрический ну скорее всего тут на реверсы на все остальное тут релюхи предохранителей все такое в этом плохо разбираюсь но тем не менее все подключено туда куда нужно я надеюсь вот как то так все сейчас крышку закрываю и вот что интересный станок по сравнению с если сравнивать вот 210 вот этот 360 смазки только там где не покрашен и смазка она такая больше похоже не знаю налитол солидон в общем такая вроде бы вот она густая но не такая ядреная как было на том станке и вот это что прикольно вот эта смазка просто протирается тряпочкой никаких там не надо бензинов ничего просто немножко тряпочек менять их офигенно никаких головников такие вот дела так зацепил вот так вот стропами за середину метровыми и его немножко отбалансировал как раз таки суппортом если суп раздвинуть назад он начинает наклоняться и вот суппортом как на весах да вот выровнял так чтобы при подъеме он стоял горизонтальненько вот в таком положении задняя бабка до конца а суппорт там где мне нужно и теперь не составит большого труда вот так тихо потихоньку вот ровненькою поднять вот он уже вывешен начинает крутиться поставить его туда куда мне нужно не стал я короче изобретать велосипед что там варить химичить вот она тумба стол тумба на которой будет стоять этот друзья огромный станок он реально на всю мастерскую до уже все по-взрослому установил конус вот сюда надо его чуть-чуть подрезать чтоб с нуля начинался ночью почему нет и начал сейчас он стоит если чуть двинуть он вышибется и получается вот бабку отвел даже вот не подрезанный грубо говоря запаса сколько в общем ничего не теряется ничего не теряется все же вот это вот капец вот это вот и это мужики по ощущения металл двойками не проминается до того жесткий и он завернутый сюда сюда и там еще туда завернутый похоже на двойку нету открытых краев а туда штангель не залезет это не вот здесь в принципе можно проверить снизу так ошибся не двойка полторашка полтора миллиметра толщина вот этой защиты миллион электроны штанги не верю не верю не верю показывать где-то она засвечиваешь вот так вне стадина полторашка ну уже радует уже радует так ну достал первый ящик он самый большой второй поменьше не знаю что здесь какая запчасть стола в общем распечатываю где тут вверх и вниз возможно потому что вот надписи вот так вот наклейки наоборот может быть вот так надо поставить я не знаю но если вот с этой стороны стоят крепко скорее всего это вверх поэтому сейчас поднимаю вот этими заклепками вверх и распечатала наверное правильно будет вот вам как раз таки первое здрасте заклепки вверх но это судя по всему низ одной сторон тумбочки поэтому так сейчас переворачиваю коробку вверх снимаю кстати очень будет удобно ну очень удобно поставила коробку с ним так это тумба где какая сторона дверь дверь месяца опа видали как и тут имеются полечки одна полка внизу полка красочка вот так да не показал закрыта закрыта можно резиночки еще поставить чтобы не время интересный механизм нормально от коробки протирается все следы так следующий следующий там еще такие ниши есть вот или опоры должны быть или их не будет я не знаю тут какие-то крепления что-то на должно стыковаться короче собираем дальше так кстати кстати дверь из полторашки сама дверь она кстати съемная такой есть шплинтик вниз и снимается тумба друзья два с половиной миллиметра металл прикиньте я фигел я думал двоечка не собираем на 0 даже тройка тройка друзья охренеть здесь полторашка все остальное три миллиметра так следующая тумбочка так распечатал вторую вот она поменьше сверху какие-то продолговатые пролези не знаю почему так они вот так сейчас будем разбираться но их надо поменять местами надо потому что крепление чего-то вот этой части скорее всего происходит между тумбами короче ну поменяем металл тоже самый есть полторашка здесь тройка пакет какой-то еще пакет замки прикольно полки кстати нет можно использовать как сейф ну сами знаете да какие-то болты разные всякие всевозможные мы сейчас распечатаем куда-то до подойдут так следующая запчасти лина ну такая вот размер южно что-то тут на африканском здесь какие-то надписи на парагвайском все сейчас откроем заглянем что тут вот наверно скорее всего догадываюсь что это перемычка между тумбами да друзья это две перемычки между тумбами металл полторашка завертыши с двух только сторон здесь прикручиваются это от коробки это все протирается упакованы отлично и даже не поцарапану капец как-то так наверное должно быть я думаю сейчас присоединю не посмотрим или может рановато нет не буду пока соединять посмотрю сейчас что в маленькой коробки так следующая коробка она самая маленькая друзья и самая тяжелая вот из тут я не знаю килограмма килограмм 8 10 наверное сейчас откроем такая это оказывается вот такие чугунные мужики литые наверное не знаю пластины это на них как раз таки будет ставится станок вот так прикручивается а сам станок прикручивается вот здесь нарезана резьба вот сюда тут на продолговатых он выставляется где нужно и прикручивается так и соответственно здесь вот такие вот дела но это скорее всего специально сделано потому что тумба под 320 и вот 360 видать а станки разные модель тумбочки 1 то есть либо сдвинуть сюда либо туда вот потому что есть и этот на 750 есть на 600 поэтому наверно так вот такое было решение ну и сама 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 самая большая ну и легенькая запчасти ли на это кстати вот эти были через пупырку и проложены и обернуты самая большая запчасти ли на это поддон поддон так и его такое друзья огромнейший поддон под станок сейчас я примерно выставил он пока еще он не собранный просто лежит давайте положу вот эти вот пятаки еще сверху для полной картины вот так это выглядеть должно вот сюда будет как раз таки ставится на них станок то есть при подниматься еще от поддона но не хватает еще перемычек соединить вот такая вот бандура получается довольно таки мощная и интересно кстати металл здесь полторашка сваренный довольно таки неплохо вообще замечательно скорее всего под охлаждающую жидкость вот здесь вот чтобы она не застаивалась просверлена вот таким вот образом отверстие возможно то оставится ведро и всего на стекает да я не знаю я просто предполагаю потому что видел чтоб ставят слож и пользуются в общем поддон глубокий вот здесь вот сантиметров на на 5 вышины глубины вот от края борта до края борта но этой мы еще померим когда все это станет до кучи не знаю можно на колеса поставить на такие же четыре здесь четыре здесь восемь колес с этими со стопорами можно будет перемещаться она тут веса елки-палки тут веса и тут веса капец а может быть и не буду ставить не знаю я вышины надо станок поставить и посмотреть удобно либо нет там то я подгонял нужную вышину комфортную для меня здесь как бы всего но он огромен мы сегодня саньком его разгрузили мы подохерили этот станок как 4 он тех что по габариту что по весу стол отдельно здесь шкафчик с полкой здесь шкафчик без полки прикрутил станок к столу и приподнял ему сейчас он свободном полете есть меня весы на одну тонну вот вес станка 400 килограмм деление 500 грамм вот такие вот дела но это уже чувствуется сейчас попробую поставить на место но не этим краном а вот этим длинным впихнуть его туда и цепной лебедкой как-то так так воткнул в резетку пока еще не запихивал туда думаю посмотрю попробую масло залито в уровень что здесь уровень он пришел уже залитый что здесь уровень что здесь уровень так рычаги поставил ремень вот это положение на моторе поменьше шкив здесь на побольше вот эта таблица тут работает теперь стоит тут на 350 оборотов ну пока для могу потом перекинуть допустим на 500 уже будет оборот но тем не менее подача самая маленькая выставлена одна десятка наоборот и все запускается вот этим рычагом все по-настоящему реверс вниз реверс в обратную сторону крутится так где тут наточную гайку включить это просто наточная гайка на винт винт кстати прикольно защищенный стружка на него попадать не будет поехал в обратную сторону ну и патрон крутится в обратную сторону вот если изменить вращение винта то патрон крутится правильно а суппорт получается едет в обратную сторону здесь еще есть реверс винта самого вот следующее что у нас имеется выключить но это и резьбы нарезать это понял на на маточной гайке тут таблица есть как выставлять под такой шаг принципе по умолчанию вот эти звездочки стоят шестеренки точнее и тут все что нужно на этих шестернях все ну весь нужный шаг единственно что дюймовый торт точить надо там переставить дюймовый это понятно редко бывает но бывает там вообще ничего переставлять не надо пару нажатий кнопок и все дюймовые хоть какие так дальше в принципе он и не шумные думал по шумнее будет дальше все у нас тут вот так вот он пошел точить сам одна десятка вот так же и обратно так же и на реверсе вот включая крутится правильно в другую сторону и теперь вот так вот работает поперечная подача вот это туда и обратно мы си вот так же изменить вот это все одной рукой неудобно и попадать да ёлки-палки папа то при вращении в правильную сторону хочет откуда сюда поперечку двумя двумя руками работать и либо вот можно круто на это не фиксируется чисто круто ну вот канул на передач вот такие вот дела маточная если включена то вот здесь этот рычаг не включишь если включен вот этот рычаг то маточную не включишь вот сюда включен хоть сюда не работает только выключенном состоянии вот такие вот получаются дела не запихнул для сравнения вот этот станок и вот этот станок на этом станке передняя бабка примерно такого же размера как задняя бабка на этом станке не говоря уже о передней бабке как-то так друзья отлично сейчас на поставлю на брусы и сделаю такие вибропоры из вот такая толстая у меня есть резина вот из нее сейчас сделаю восемь подкладок прикручу их и все наверное он как раз чуть-чуть повыше поднимется потому что штурвал ниже чем вот этот на этом некомфортно работать выше ну я подгонял под себя а за этим надо тянуться вниз поэтому подниму сантиметра на три как раз не будет вообще под мой рост то что нужно ну или как вариант снять плиточку вот так перед станком тогда я опущусь чуть ниже станок будет чуть выше но это шутка конечно так 7 штук прикрутил сейчас покажу вот так это выглядит толщина три сантиметра это с беговой дорожки лист вы знаете раньше на стадионах лежали такой жесткий здесь сделал потай пером 28 чтобы болт прятался просверлился и так прикручиваю все это для того чтобы они пока его не поставишь стояли там где нужно тут нагрузки на болты никакой не абсолютно не будет все так станет куда надо вот заодно и пространство будет да кстати вот здесь сварено вот так вот так сюда 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 сквозные такие вот здесь стенка здесь стенки как труба вот такие вот дела так не могу запихнуть станок вот сюда куда хочу надо так вот на уровне резеток его сдвинуть и до стены но это до стены не будет становиться до стены станет поддон чтобы меньше туда стружки сыпалась за станок а ее не хватает сейчас буду делать удлинитель конечно в идеале на ту лебедку подвесить бы противовес какой хотя бы вот трахторок до прицеп нацепить так заехать зацепить его как противовес приподнять и тогда нормально станок будет подниматься а так парагиб идет вот два с половиной метра конечно сильный прогиб но поднимает ничего не оторвало не трещит не пищит не хрустит но все равно идет прогиб противовес фиг с ним вот здесь стойку поставлю умея стойка просто по стрелу и по удлинителю по каретке дальше его задвинуть так туда куда мне нужно чисто подпорка вот и все чтоб потому что идет натяжка она прогибается потом он этот короче такой себе либо сюда либо туда трахторок подвесить тракторок 360 килограмм этот 400 и все пришлось удлинитель делать крана не хватает и все чтобы воткнуть до стенки туда куда мне надо короче сантиметров я не знаю 25 примерно не хватало сделал так запасиком туда-сюда с одной стороны чуть больше другой меньше болтом там шплинтуется каретка вкидывается чтобы не вы не выкатилась случайно метр здесь дополняшки у нас как-то так все станок теперь стал тупо над розеточкой здесь место 60 сантиметров по моему тачан кого-то у меня 50 вот сюда заезжает в угол вижу бы не мешалось ну такие вот дела чуть-чуть оставил зазорчик что вот здесь что там плотняк не стал во-первых вибрации не было вторих это двигатель чтобы тоже не доставал за проводом не видно там у сантиметра два еще зазора до стенки есть поставил на подушке 8 штук вместо колеса они по три сантиметра вышину это резина с беговых дорожек старого старая ссср овская если можно назвать и конечно резиной тем не менее на три сантиметра приподнялось и вот теперь как-то уже и нормалек окно будет открываться здесь тоже не выше щиток электрический остался с той стороны ты ничего там делать если надо будет залезть поднял отодвинул привет все там тебя замок клёвый клёвый поднял его так отвел власть нам не хочу на что там возить если я ничего не соображаю здесь открывается масло на оборотах летит на что-то такое сделать на ремень не кидала и стружка чтобы сюда не сыпала здесь вообще удлинитель надо поставить его она выходила сюда все отлично впихнулся впихнуться 70 сантиметров от стенки офигенский стойку брал под стрелу ставить бесполезняк и уводит это хоть туда сюда не только крана дал натяжку можно было еще цепь конечно натянуть дал натяжку чуть-чуть оторвалась вот так лишь бы двигался и задвинул туда без проблем можно все это снимать без него было тяжковато как-то так первая стружка пошла короче пробовал тут по всякому разному пришлось подкладывать обрежу подкладочка такая вот одна как раз в центр резцы да и понимаю точен телефон конечно это все дело не передает но это капец это капец жах и пашку это я понимаю точен за щит и нет все конечно летит он даже не чувствует и заготовок сколько взял я не знаю это просто так труба жалая толстая стенная С одной стороны чуть проточил, и с другой, сейчас 600 оборотов стоит. Ну вот, конечно, высоковато. Просто охлаждающей нету еще жидкости. Вот эта чистота, капец, она как зеркало. Она просто тупо как зеркало. Капец. Включил, показать. Не успевает он сработать, и рулю, чтобы ему запуститься в обратную сторону. Вот он нарезает резьбу. Вот резко беру вниз, он как ехал в эту сторону, и патрон крутился, так он и поехал. Надо дать ему буквально тут секундочку, и тогда он срабатывает. Ну, я уже привык. Ну, отлично. Вообще, вот он едет. На рычаг просто пнул. Кстати, тут уже гвоздь торчит у меня. Заменил пружину, поставил сюда более мощную, чтобы он в паз втыкался. Там такое стояло. Не ахти. Сейчас уже и как бы предохранитель все равно что нужен. Выключаю и чуть-чуть отвожу резец. И все. И он вчера где-то тут утром. Учебно-тренировочная резьба. Вот эти. Это было на том станке. Я вот эти. Вот эту нарезал. Проточил так на глаз. Мне померить шаг надо было. Ну, короче. Поэтому просаженная. Сильно не заморачивался. Вон резьбомерчик лежит. Мне нужно было посмотреть, как он режет резьбу вообще. Шаг ревет, не ревет. И вот это так тоже. К размеру вообще никакому не привязан. Чисто пробежался. Здесь вот специально сделал вот такие вот ступени. Как раз таки вот. Навык, так сказать. Выработать небольшой. Он как раз вот дорезается и выходит. Дорезается и выходит. Легко. Буквально. Час под тренировок. Один где-то вот тут. Со всех сторон поломанный резец. И еще один. Как раз таки снял с этих. С 12-х они одинаковые. И еще одну сторону сломал. Вот. Ну, ничего. Это были учебно-тренировочные. Как-то так. Это я протачивал уже потом. Вот эти вот. А так она до конца дорезалась. Выключаю станок и сразу отвожу резец. Отвожу и он так по верху проходит. Если надо впритык куда-то. Короче. Можно потренироваться. А взял левые. Возможно даже за заготовку сюда вот так заводить. Резец с этой стороны. И в обратную сторону. Чтобы он туда точил. И резец будет на выход выходить. Нарезать резьбу. Правую. Вот. Ну, это если нужно будет супер точно. Или с какого-нибудь. Возможно. Возможно. Какого-нибудь глухого отверстия. Да. Будет стоять. Надо внутрянку. Чтобы. В стенку не упереться. Можно ее подвести. Аккуратненько. Поставить. И наружу нарезать. Но я не знаю. На этом-то что. Кнопку нажал. Она будет останавливаться там. В миллиметре. А тут так не прокатит. Такие вот дела. Разберемся. Настроим. Допилим. Доделаем. Что. Напильники есть. Он там болгаркой тоже доработал. Пришлось немножечко. Вот этот. Чтоб этот. Глубже. В паз садился. А то там. Краюшечкой. Кое-как. Не. Надо все допиливать. Вот такие вот дела. С Лимбой вроде разобрался. Ну что же. Непонятно. Деление. 0,05. Сотых. Вот одно деление. 0,05. Да. Это десятка. Она. Получается. На круг. 10. Делений. Это. 5 десяток. На круг. 1 миллиметр. Короче. Вот так уже. Разбираюсь. Чуть по чуть. Здесь чуть по другому. Здесь одно деление. Сразу 0,5. Десяток. Как-то так. Тут вообще ничего не понятно. Разберемся. Я имею ввиду по вот этим вещам. Моментам. Вот такие вот дела. Ну дури конечно тут немерено. Кусочек сала. Трубу вчера проточил. Чисто так. Посмотреть. Ну уже конечно залапанное. Зеркало сам. Что он внутри чуть-чуть попробовал. Что снаружи. Реально зеркало. Это не камера не передает вот этого момента. Вообще капец. Он ее не почувствовал. Только стружка вот так завивается. Вот там уже выкинул. Просто вот так. Водопадом. И все. Вот так вот. Чугун. Я не знаю. Диск надо попробовать поточить. На каких оборотах чугун точится. Я не знаю. Много надо будет. 350. 200. 120. Я его не как-то точил. Немножечко. Чуть-чуть может быть. На этом станке вообще не знаю. Работает. Один раз прошелся. Подача была 3 десятки наверное. Хотя можно было и 6 десяток сделать. Но сделал 3. И оно так как видно. Такие вот эти самые. Пластинка аромофона. А сейчас поставил. Вот. Один раз. Один раз. Короче. Одна десятка. Грубо говоря. Одиннадцать. Как там называется. Сотик наверное. И уже блестит. И уже блестит. 120 оборотов. Можно конечно и побыстрее я думаю. Ну чугун. Мало ли. Резет один. Как-то так. Ну что хочу сказать. Уже интереснее. Офигенски. Залапал. Отлично. Милое дело. Так это шестерочный. Девятошный он поменьше. Сам теперь могу протачивать. Чтоб они. В барабаны заскакивали. Без. Без проблем. Барабаны буду точить. Когда уже резцы придут. Залим. Без проблем. Субтитры создавал DimaTorzok